МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь проживающие у нас по два, по три человека. Здесь вот семейная пара. На самом деле основная задача – это выход. Это переход на нестационарную форму обслуживания. То есть сейчас на стационарную форму в психонерологическом интернате. Как она выглядит, мы все с вами вместе видели. А максимально лучший вариант – это выйти на квартиру сопровождаемого проживания, пройдя через квартиру, перейти на самостоятельное проживание с возможным переходом социального работника через какое-то время. Может быть, раз-два раза в неделю. Это то, к чему мы, в общем-то, стремимся. В этом учебном заведении, я могу сказать, что это детский дом, в котором проходит обучение, детям делают все для того, чтобы их подготовить к будущему образованию. Вот наша основная задача – это вывести ребятишек в свет, чтобы они могли видеть людей, могли посещать магазины, могли посещать вокзалы, перемещаться не только в городе, но и в стране переезжать куда-то. То есть это первая задача. Вторая задача – чтобы он, насколько можно, его выучить, мог жить самостоятельно. Приготовить себе пищу, убрать дома и этим спасти себя. Значит, у каждого практически ребенка у нас уже за ним идет пенсия. То есть на тот минимум, который есть, он уже сможет прожить, если его научить жить на этот минимум. Третья задача – это предпрофессиональная подготовка. Мы не можем оказывать профессиональную, но чтобы научить каким-то первым навыкам работы, такие специальности, как швея, если не пригодится на производстве, пригодится обязательно дома. Говоря о сопровождаемом трудоустройстве, должны понимать, что вариантов трудоустройства таким людям мы фактически-то и не оставили. То есть, говоря о сопровождаемом трудоустройстве, нужно понимать, что это не исключительно только дворника. Но, наверное, нужно или что-то пересмотреть, или, может быть, изменить эти профессиональные стандарты для того, чтобы увеличить хотя бы возможности, в принципе, заниматься чем-то, кроме того, что убирать, допустим, улицу. Нам сегодня действительно повезло закончить этот день тем, что мы увидели, как работает общежитие, когда люди живут самостоятельно в собственных комнатах, в комнатах, в которых они находятся просто одни. В комнатах, которые вдруг неожиданно для человека, который до этого жил в психонерологическом интернате, и почему-то ему говорили, что индивидуальные вещи совсем не обязательны, мы появляемся в комнате и видим такое количество индивидуальных вещей, что после этого мы понимаем, что, наверное, что-то недопонимал по поводу индивидуальных вещей. Они самостоятельно получают пенсию, они самостоятельно закупают продукты питания, они самостоятельно готовят пищу при помощи социального работника. То есть наша цель, чтобы инвалиды научились самостоятельно жить.